Первым, как это и полагается, в квартиру зашёл любимец семьи, кот по кличке Изюм. Бывшие опекуны Дмитрий Леонидович и Оксана Васильевна Седак по случаю масленичной недели встречали гостей блинами. На столе несколько видов варенья, сладости, травяной чай. Всё это они предложили отведать Сергею Маненкову и сотрудникам опеки в качестве благодарности за проделанную работу. В ещё совсем пустой квартире воцарилась атмосфера тепла и уюта. Ещё у нас тебя поздравляем. Я вот здесь, Богдан, действительно желаю, чтобы у тебя всё сложилось супер. Спасибо. Хочу сказать спасибо вам огромное за то, что предоставили такую уютную, не знаю. Спасибо Олегуна, что просто из мальчишки маленького сделали личность. Опеки спасибо, что 18 лет меня сопровождали просто, я не знаю, маленькая проблема, мне уже помогали, мне уже как-то решали её. Спасибо всем огромное. Богдан Миктишин учится в Белоярском политехническом колледже на автотехнике. В январе ему исполнилось 18 лет. Молодой человек уже получил водительские права, совсем недавно приобрёл машину и гараж для неё. Занимается баскетболом, выступает на соревнованиях в команде колледжа. От квартиры он в восторге и даже планирует в ближайшее время переезжать. Я не знаю, я в шоке просто в полном, потому что долго ждал квартиру, а тут такой хороший вариант. Она большая, она просторная, красивая. Ремонт просто классный. То есть, ну, туда хочется переехать. Просто, ну, это мечта, всё классно, да. Ну, я немного ещё, конечно, там мебели, может быть, какой-то куплю. Но так ремонт отличный, отличный. Не обошлось и без подарков. Сергей Маненков подарил новосёлу для комфортной жизни мультиварку. Напомним, что в прошлом году 16 детей льготной категории получили заветные ключи от собственного жилья. В этом году их получат ещё 8 молодых людей. Анастасия Бокова, Дмитрий Слепенков. Из Белоярского. Специально для телекомпании «Югра». Анастасия Бокова, Дмитрий Слепенков. Субтитры создавал DimaTorzok